Добрый вечер ваших хатерги. Добрый, добрый, добрый. Добрейший, очень добрый. А что у вас там за панорама? Нью-Йорк сзади что ли? Не Украина рисована. А за окном там не понятно вас. Какая-то Англия там и все такое. По-моему, только мое одно лицо видно. Это разводняк, чтобы нервить. Да ничего ты не видишь, ничего. Ты красный мальчик, ты коммунист. А что ты имеешь против коммунистов, против Горбачева и Ельцина? Что ты имеешь против? Я ничего не имею. А что такое? А я им помогал, союз развалил. Что ты хочешь? А-а-а-а, сообразил, да, зачем-то коммунисты. Да где же за ними вместе висит? Да, коммунисты при Сталине, после Сталина уже не было коммунистов. При Хрущеве не было уже коммунистов. Это была партноменклатура. Да, да, да. Сообразил, да. Я с вами вас поддерживаю, там что-то сломалось в этой шестеринке. Вы вроде нормально. Вы вроде взрослого человека не соображаете. Я соображаю, что вы не интересны. Вы там это все пишете или что вы там делаете? Это мое личное дело, да. У вас тема какая-то есть? Я не хотел бы тут обговаривать. Мои личные тут дела. Есть тема, историческую, политическую или еще что-нибудь? Ну, я хотел бы, чтобы как-нибудь быстрее ушли от противодействия Украины с Россией, чтобы нагладить отношения. Все. Пожалуйста, в ООН обращайтесь. Только через посредниковое. Вы сейчас понимаете, что все теперь с Путиным встречаются на нейтральной территории. Вот когда-то, может быть, Зеленский встретится где-нибудь там, будем говорить, в Швейцарии или... Территория причем есть? Что? У нас есть Минск. В Минске есть. Встречаемся в Минске. Всем удобно. Минск с Киевом рядом, с Москвой рядом. Хоп, приехали в Минске, поговорили. Батька Лукашенко дал площадку. Разговаривайте, ребята. Прещайте. Батька там еще, вы сами свои разбирайте. А в Минск сейчас... Вы что? У вас Равчук сказал, нет, я не буду, я хочу в Швейцарию. Ну, а что-то хочет. Кто-то хочет. Я вижу, вообще отстали, неадекватный какой-то человек. Вы знаете, что сейчас в Минск запретили все рейсы, в том числе и Украина, и Белавиа не летает по всей Европе, нигде. Там сейчас зона. Вы что, хотите, чтобы наш президент ехал на лошадях туда, на перекладных, или что-то непонятно? У вас президент, вы считаете президент. Я плачу за управление, что у вас такой президент. Понимаете? Какой мне нравится этот президент? Не нравится... Вы всегда, когда избивают президента, то Януковича, то Порошенко, то Зеленского, все как не туда, все какой-то... Как сказал ваш большой политик, Вадим Рабинович такой, знаете... У нас существует выборное право, да. Подожди, мы выберем... Да, может завтра захотят и Рабиновича выберут. Вас они платят... Вы давайте не орите тут, я говорю, в форме диалога будем разговаривать. Понятно, нет? Вы будете говорить, я буду слушать, да, или как? Будете слушать. Так вот, захотим, Рабиновича выберем, но он нам нафиг не нужен, понимаете? Так что у нас есть, не перебивайте, у нас есть выборное право, хотим Зеленского, хотим опять Порошенко выберем. А у вас нету, у вас выбора нету. Один этот у вас, Путиноид, все время. Поэтому, никаких не предвидится улучшения отношений, вы должны это прекрасно понимать. И все. Лично я не собираюсь с вами никакие отношения налаживать, и большинство моих знакомых, соседей вообще, мы не слышим таких, чтобы кто-то из народа хотел тут налазить с вами какие-то отношения. И почему это налаживает? Это ваше личное дело. Не ваше личное дело, дело украинского народа, так скажем. Да, и для народа. Вы за весь народ не отвечаете. Не берите на себя такую ношу большую. А мы вот проголосуем, да, проголосуем, а референдум. Проведем референдум. Жили, привыкли очень нормально, взяли и скинули его. Поддались всяким один самым. Это наше дело, да. Вы потеряли Крым, потеряли Донбасс, развали войну. Наши летчики побили, побили детей. А то еще такой навык взяли, что в свою ради сказали, будем в 4 числа детей вспоминать погибших детей на Донбассе. Стоп, стоп, я отвечу потом дальше. Во-первых, не ушел, а оккупировали. Это сказано в международном праве. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций четко и ясно сказала, под номером 68 есть резолюция, что вы незаконно аннексировали часть территории. Понятно? А то ушел, ушел. Это как бы если убили человека, потом скажут, да он типа умер. Мы тут ни при чем. Насчет детей. Насчет детей. Вы детей почему не сделали аллею ангелов в Грозном? Почему не сделали? А ведь убили там 40 тысяч детей. А почему не сделали? В Донецке это, понимаете, там капля в море по сравнению с вашими подвигами там на Чечне. Вот в чем дело, понимаете? Нет? Добрый вечер. Да, добрый, добрый. Как самочувствие? Сейчас 64, 130 на 80. Ну понятно, все хорошо. Сахара нету, да, гемоглобин нормальный, а вы как? А, да, еще нормально? Ну, да, неплохо, честно скажу. Все, в общем, ага. Ну там, твани, молодцом. А вы как там? Да ничего не хворают, слава богу. Сто метровку даете? Да не, не получится. Никак не могу. А сколько же вам лет? Уже давно. А дело не в годах, у меня есть проблема с движением-то. А, ну, я... Неудачно ногой повредило все. Поэтому бегать быстро не смогу. Каскадер. Боевши. Ну, это если в качестве шутки только. А, вы так, на ровном месте, на арбузную корочку наступили? Да нет, ну, так получилось. Человек по неосторожности причинил вред. Да, понятно. Ну, а так, вообще, как относитесь к отношениям Украины с Россией? Отношусь к отношениям. Да. Скверно дела идут, прямо признаемся. Да, я извиняюсь за каламбур, но у меня скидка, я же, типа, не русский. Мне, как бы, отношения... А кто вы? Да, Украина. Давайте об этом поговорим. Хотите вопрос интересный? А вдруг вы знаете? А вдруг вы знаете? А мы будем обмениваться вопросами? Или так? Мнениями. Хотите вопросами, хотите мнениями. Так вы, у вас будет вопросов, у меня мнения. Давайте, тогда и я буду вопросы задавать, чтобы мы были... Я не против, я не против. Вот, это главное. Вот, мне интересно, знаете, что, читая я просто вот летописи, документы, да, там, та территория, которая сейчас Украиной называется, написано, русская земля, русские люди. А потом происходит какой-то момент, вот такой вот, оп, и пишет, что-то, Украина, украинцы. Вам не интересно было, когда это произошло? Системный сбой какой-то. Я, я почитал, посмотрел, интересно много нашел. Вы знаете, как русские стали украинцами, историю эту? Можно я копну глубже, чтобы мы разобрались? Давайте, копайте. Хорошо. Ну, я начну с того, так пример приведу. Вот как-то была Римская империя, а потом, опа, стала Румыния, стала Италия, да, и прочее, да. Вот так вот, понимаете? Нет, там... Вот так, не, 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 вот так. Давайте потом, потом вы свое скажете. Я же отвечаю, да. Так вот, о русской земле, да, вы мне что-то здесь намекнули о летописях, да? Так вот, есть такая повесть временных лет, которую написал киевский, так сказать, монах и не старолетописец. Так вот, там есть вот такой разделчик, так небольшой, призвание варягов называется. Знаете, вот там так вот, что написано, что жили вот здесь вот такие племена, Чуди, Меря, Мурома, Водь, и там, это были угрофинские племена. И были два племени еще, Кривичи и Словены. И вот они все время между собой цапались. А потом решили, как бы, позвать, править собой варягов. Варяги это скандинавы, да. И вот они по просьбе... А почему вы решили? Подождите, ну, подождите, ну, потом... Что у нас скандинавы нету? Ну ладно, хорошо, молчу. Да ради бога, потом скажите, это, понимаете, они потому что скандинавы, потому что выходцы из скандинавского полуострова, понимаете, и все. Ну это уже, понял, это вы уже придумали. Нестор про их кандидавов, ни слова не бесконечно. Хорошо, варяги пойдет? Пойдет. Варяги, которые пришли из скандинавского полуострова, пойдет так? Нет, скандинавы там не употребляется слово вообще. Я вам, чтобы вы понимали географически, откуда пришли. Да я понимаю. Ну, а что это такое? Сваряги что? Я понимаю, да, так вот. Итак, они приходят, и что? Заморские гости, да. Так вот, они пришли эти, значит, варяги, или викинги, будем говорить так, да. И пришло их там три семьи. И они пришли из племени, и это племени было Русь называлось. Так вот, вот эти вот местные племена, вот эти вот у графины, такие были в восторге, что сказали, а можно мы назовемся вашим, так сказать, именем? А славяги с кривичами не сказали так? Нет, это были белорусы, это славяги и кривичи, вы спросите белоруса, это потомки белорусов. Там еще у них... Предки, предки, предки. Предки, предки, да. Так вот, значит, у них там славяги, кривичи, родиличей и дреговичи. Вот, откуда вам пошли белорусы? Они основали, они основали Смоленск, Витебск, вот эти города, и Полоцк. Вот, а вот эти вот, из этих вот у графинских племен получились русские. И вы поняли, а из славян не получились? Белорусы получились. Ну... Вот белорусы, они сначала назывались Литвины, они сначала назывались, и они входили в Великое Княжество Литовское. А потом они стали как-то белорусами почему-то называться. По-моему, при Екатерине Второй их назвали белорусами. Ну, так это прилепело. Это когда вот они решили назвать украинцев малоросами, себя великоросами, а этих назвали белоросами. Ну, от слова Россия, росы, от слова Россия, рос Россия. Но, как ни странно, слово Россия возникло в 1721 году, при Петре Первом, когда он позаимствовал это слово у греков. И вот он стал императором. До того там было Московское царство. Ну, вопрос, вопрос. Можно уже беседовать, а то долго рассказывайте. Так вот, я понял. Вы поняли, что никакие вы не русские, а вы, так сказать, взяли просто название у этих вот пришельцев, пришельцев, колонизаторов своих. А на самом деле вы у графины. Почитайте, пожалуйста. Вы же мне подбросили. Так и напишите там. Напишите, пожалуйста. Спросить у вас хочу. А Нестор летописец русский был? Понимаете, куда пришли Рюриковичи, их подданные назывались русскими. Нестор летописец русский был? Он славянин был, а ваши племена украшения были? Ну, русские. Ну, русские, нет, славянин. Да русским может назваться любой. Хоть китай. Да, он не называется же. Вы меня поняли, вы меня поняли хорошо, что русскими они были племенатом в районе Киева, в Приднепровье. Там были, подождите, я вам скажу насчет Нестора, насчет Нестора. Так вот, Нестор был полянином. Полянином. Нестор был. Лично Нестор был. Там были у нас поляне, древляне, уличи, белые хорваты, северяне. Вот это славянские племена, понимаете? И вот, а туда, да, когда, там правил Аскольд. Аскольд тоже был из варягов. Аскольд тоже был из варягов. Вопрос, можно уточнить? Это что, что вы рассказываете? Я как бы даже вам... Вы поняли, так вы меня поняли, что русские это не национальность. Вы меня хорошо поняли? Вы мне тогда скажите, а как вот эти поляне, древляне, уличи и волыняне, пусть будет хотя... Ну нет, волынян это не называли. Как они стали украинцами? Украинцами как стали? Вот самый интересный вопрос. А вот я же вам сразу на самом начале беседы сказал, а как вот римляне стали итальянцами? Мне что я спрошу, давайте в своей... Когда возникли итальянцы, когда? В своей истории разберемся давай. Я понял. Итальянцы разобрались. Разобрались. И так, каким образом поляне стали, поляне, древляне, так сказать, уличи и тиверцы стали украинцами. Как это произошло? Объясняю. 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 Вот знаете, вот эти украинские племена, которые я вам объяснял, вот они стали русскими. Понимаете? Стали русскими. Да, да, да. А у нас здесь стали украинцами. А как украинцами? Про русских вы рассказали. А, да, да. Что пришло время русских и дало название. А как украинцами стали? Поляне, древляне. А украинцами, когда эти люди решили, что вот край, где они живут, это Украина. Потому что по-славянски... А как они решили, что... Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Сходка была. Да, да, да. Вот как вот эти вот... Как вот эти вот все племена украинские решили на сходке. Так и у нас тоже. Они там сошлись возле Днепра на горе Перуница и сказали, что вот этот край будет называться Украина. Потому что по славянским понятиям, Украина, это обозначает страна. Это по белорусским понятиям, по польским понятиям, по чешским, по словацким, по всех славянских народов, Украина обозначает страна. И они решили создать свою страну, страну решили создать. А теперь мой вопрос. А теперь я буду... А вы что-то что рассказали? Я правильно, я рассказал, а теперь вы будете мне рассказывать. Моя очередь будет задавать вопросы. Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, если вот эти угрофинские племена, Сталин взяли себе имя своих колонизаторов, вот смотрите, когда приплыл Колумб туда, Южную Америку, вон эти племена, там, дикие индейцы, там, в общем, колонизировали, они что-то испанцами, они что-то не стали. Скажите, а почему, на каких основаниях вот эти племена стали русскими? Они, смотрите, не Русью стали, не Русью, не русичами, а русскими, то есть они сказали, вы наши вот колонизаторы, а мы ваши рабы, ваши подданные, мы русские. Зачем так сделали, объясните? Тут вы, я уточню просто ваши слова, да, когда вы сказали про русичи, смотрите, название племен. Кривичи, да, Радимичи, Вятичи. Только вы мне вопросом на вопрос не отвечайте, вы это мне спрашиваете, а кто такие Вятичи? Кто такие Вятичи? Прекратите вот это, прекратите мне. Прекращаю, прекращаю. И так, Вятичи, Радимичи, Кривичи, суффикс ИЧ, вот они русичи, а поляне, древляне, там, эти самые... Славяне. Ага, да, они не русичи, они по-другому пусть будут. Они славяне. Суффикс ИЧ им не характерен. Суффикс ИЧ характерен москвичи, псковичи, да, и белорусам, но он там распространен. Но у вас суффикс ИЧ не распространен, поэтому вы к русичам, ну это не вы себя русичи можете называть. Второе. Мы к русичам не относимся, мы украинцы, украинцы. Итак, призвали, ну да, призвали племена русов, кто призвал? Это призвали Славины и Кривичи. И вместе с ними финно-угорские племена. Сразу можем говорить, что сформированное на севере, они до Киева еще не дошли, государство было союзным, это точно. Это начало, да, Руси. Оно сразу было славянским и угрозинским. Это мы отфиксировали, вы мне об этом хотели сказать. Понятно! Я один только вопрос задал. Старое. А, и что? Я за рассказы, вы же разоговорили, я же свою точку зрения должен сказать. Руси, которые пришли, да, их призвали именно Славины. Это чтобы вы знали. В основном, потому что, ну, не будем касаться истории, значит, вот эти руси... Будем касаться, будем. Хорошо, будем касаться. Они жили возле остров Русский, Юрюгин, знаете, такой в Германии, куда газовый поток, северный поток подходил. И у них боги, ихние боги, они там сохранились, немцы все сохранили, там раскопки, артефакты. Боги у них славянские, наши же, те же самые. Ну, не надо, так мне, я там... Я вам рассказываю, Свинтовид, я не буду дальше называть этих имен, как бы, языческих. Это известные факты. Можете, если хотите, в Германию сесть, посмотреть. Соответственно, названия там все русские. Ну, это они, это они пришли. Итак, итак, оттуда пришли люди с такими же названиями, с такой же топонимикой, да, и с теми же богами. Они назывались руси. Славяне они были, и думаю, что да. Во всяком случае, не скандинавы, это точно. Про скандинавов где-то психничего. Итак, есть союзное государство, оно продвигается на юг, и присоединяет к себе, приходит в Киев, выгоняет, там убивает, точнее, аскульд, и начинает править. Вот это пришли русские, и не старлетописец тоже был русский, потому что земля прозвалась русской по имени этого племени, все правильно. Понятно. А украинцы откуда взяли? Понятно. Смотрите, я вам говорил откуда. Теперь вот смотрите. Не, вы не сказали, вы сказали просто фантазию придумали. Я хотел сказать, в этих источниках вы основываетесь. Хорошо. У меня есть источники, откуда Украина взялась, я могу сослаться. Не нервничайте, спокойно. Я не отвечу. Когда я вас прошу, четко будете отвечать. Пока что слушайте, что я вам говорю. Слушаю внимательно. Так вот, согласно ваших слов, согласно ваших слов, к этим, значит, мы с вами опять повторяем, что были угрофинские племена, это... И весь Меря, и весь, и Меря были такие. Весь Меря чуть. Точно так. Они участвовали в создании этого государства. Не перебивайте. Кривичи, которые белорусы. Не надо. И новгородские и славянные. Не надо так. Не тарахтите. Что не надо? Не перебивайте. Так вот, смотрите. Вы же сказали, что перед этим я сказал, что да, были там угрофинские племена, а из Кривичей и Славенову получились белорусы. Чего вы их лепите? Но они же русами как-то стали, белыми, но русами. Как они русами стали? Они стали при Екатерине Второй. Но они русами как стали? Потому что они славяне. Вы меня поняли? Вы понимаете, что при Екатерине Второй территории, которые сейчас нынешняя Беларусь, они были еще под Владическом Ярослава Мудрого. Подождите, подождите, успокойтесь. Я спокойно, это вы волнуетесь, по-моему. Так что вы там, почешитесь, успокойтесь. Так вот, смотрите, мы с вами констатируем факт, что были угрофинские племена и два племена. Были, были уже. Так это союз племен. Не затарахтите. Вы меня не затарахтите. Не затарахтите. И были два племени славянских. Были, да. Кривичи и славяны. Кривичи и славяны. Это белорусы, а не славяне. А вы-то... Так они кривичи белорусами стали. А вы-то угрофины, получается? Почему? А потому что я перечислил, из каких вы вышли племен. Понимаете? Из каких? Из славян и кривичей. Нет, это белорусы. И белорусы точно. А что вы не хотите вот эти вот... Есть у нас, если кто-то говорит. Мы с ними в одном государстве. Они с нами... А вы спросите белорусов, из каких племен получились белорусы. Вы же финнов отличаете. Вы же... Вы белорусов спросите. А из каких племен они получились? Белорусы. Есть вот эти... Дреговичи, Радимичи. Есть вот четко, да. Дреговичи, Радимичи, Кривичи, славяны. Это белорусы. Русские, так называемые. Из кого получились, так? Из Водь, Чуть, Меря, Мурома, Пермь. Вот это из них получились русские. Вы меня поняли, нет? Все. А те, которые... Да, которые эти вот пришли с Германии. Да, они были славяне. Но они же пришли к этим Уграфинам, Уграфинским племенам, которые я перечислил. Еще раз перечисляю. Водь, Меря, Пермь, Чуть, Мурома, вот это. Вот вы, вы вот видите, вы видите, что вы Уграфин. Вы Уграфин, понимаете, нет? Вот смотрите, славянин, Уграфин, славянин. Изучаете хорошо историю, смотрите. Да, мы тут образовались из племен. Уличи, поляне, древляне, северяне, белые хорваты, да. Вот это вот у Киева были такие племена. Понимаете? Вот четко надо, четко надо вот разограничить на три части. Это Кривичи, и Радимичи, и Дрыговичи, и Словены. Это получились белорусы. Вы получились, да, из вот этих вот Уграфинских племен, которые я перечислил. А мы получились, украинцы, из вот этих вот племен, которые жили в Поднепровье. Понимаете? Которые в Поднепровье. Запомните, слово Русь, русский, это сюда пришлое все, пришлое. На этих земли пришли, да. Они пришли сюда, на эти земли. Вот. И это были колонизаторы, Рюриковичи, колонизаторы. Вот когда Олег Вещий, Вещий Олег, когда переехал в Киев, вот, ему все равно было с кого дань брать. Он немедленно сразу приказал, что брать теперь дань, слать сюда в Киев, с Великого Новгорода. Все уже он сказал, Киев, мать городов русские, я из племени Русь. Русь, вот, я тут Русь, а вы будете там русские какие-то, да. И вот так вот здесь появилось это слово, понимаете? Но, вот эти вот племена, они долго себя не хотели у нас. Дело в том, что у вас с радостью взяли эти вот названия русские. А наши племена, такие как древляне, они не хотели, так сказать, себя считать русскими. И когда Игорь пришел к ним брать дань, князь Игорь Русич русский, да, когда пришел князь Игорь, вот туда, сейчас в Житомире, там-то Коростель есть такой город, да. И вот когда он туда пришел, они его привязали к двум березам и вот так вот раз и разорвали напополам этого князя великого, понимаете? Так что у нас здесь народ, он держит свою марку. А вы там рабами были, то вы были рабами этих Руси, племени, потом вы были какими-то рабами Рюриковичей, потом вам и правили какие-то там немцы, Гольштейн, Мгадпор, Промановы, а потом вам и правила Золотая Орда, и так вот, да, все, вы там правили, правили, правили. Ох, ё-моё, какой-то интересный. Да, я все-таки с Украины, надо что-то марку держать, чтобы не тяп-ляп, чтобы интересно было. Та же? А что, если неинтересный? Кому он нужен, неинтересный? Кто интересный вообще, да, такой. Ну, понятно, да. Ну, а что в очках вообще, так, наверное? Это очки желтые, видите, а это не от солнца. А, это хамелеон, наверное, да? Для зрения очки желтые. Пардон, 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 да, нормально. Да, бывают такие немножко стекла желтые. Ага. А вы как, из какого человека? А, что, вы хотели у меня глазки строить или что? Подъебать хотел просто. А, я понял. Подъебать, подъебать. Знаешь, у вас есть в Украине такое слово? Подъебать. Не? Не, нечув такого. А я дейсно. Дейсно, дейсно, дейсно. Дейсно есть. Дейсно, там зубы растут. Дейсне. Не, нечув, нечув. Чув? У нас дейсно... А что такое чув? Чув, чув, это что такое? Давайте по порядку. Дейсно у нас называется ясно. 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 А... А то это не путают. Это путают либо по-русски, либо по-моему разговаривают. А я тебе расскажу, как... А вы будете это разуметь, как я буду на мове разговаривать? Дейсно? Конечно, разумею, да. Доброе. Скажите, будь ласка, видстань у вас... Видстань... Ну, скажите, это по-русски ты сказал мне. Скажите, у вас по-русски... Вы знаете, это опять по-русски. Ну, ты слабо, слабо, Володь. Чекай. А вы хотите заторыхтить меня? Нет, чекайте, это понятно, ты знаешь, чекайте. Все справа, либо по-русски, либо по-украински. Вы хотите... Дивите, у нас... Не хотите. Дивите, у нас с россиянами 40% спільных слов. Тому вы не дивитесь, деякие слова будут попадаться, те, что они такие, как и в москалилах. Ладно, болтай, болтай по-русско-украински. Соси большой, соси. Давай, выключайся, давай. А, давай. Продолжаем? Давай, текай с городу, текай с городу, тоби конец. А шо таки город? Город это огороды? Ой, боже мой, ну-ка... Это город, да. Это город. Ротик рабочий, рабочий. Тут надо сказать, шо, ротик рабочий. А ну, это спецназааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа да здравствуйте что демонстрируем сюда в рулетку вас плохо слышно не может быть я сам себя у вас слышу сейчас да ну как с таким там с микрофоном вы пишете это не проходит такой номер вы пишете да 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 вы кушайте а я пишу пишу вот авторучка сейчас буду записывать стенографика давайте давайте вы так какие вопросы вы что-то кушаете прям пальцы облизуете гемверша мурманского вообще зачетная вещь да прям это как бы это ешь когда вот это петр первый съездил в европу он приехал и что сказал город из брюк кафтаны сжечь лапти порвать выбросить перста не облизывай облизывать кухни пить всем но потом как окно в европу ничего не получилось все равно европейцам не вышло лежит все подряд сейчас вы парковой а вы не русский я русский самый русский часок ровный а слышу слышу по звуку шуру сказал не вы сейчас просто говорили я так непонятно да не я не понял да про окно ну я с питера да вот окно про меня да ну близко ко мне что вы еще хотели но он там инструкцию писал в углах пальцы не лезать ну когда с европы то приятно ну хотел из этих людей сделать они но не получили почему не получилось а что получать ну конечно а вы откуда вы с украины да тогда понятно тогда я все подряд на всякий случай палец лизите а потом начинайте то у вас как бы так не да да что вы там ковыряетесь это попало так и не знаю кто таракан а нет не таракан да 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 выше до прошлый раз вы пальцы лизали теперь нос ковыряет а сегодня такое все это все заменяется добрый вечер добрый вечер а ну это же крым наш любимый который человек который всегда любит ругаться да да проверяю кто был крыма кто не был почему не были в крыму никогда потому что не там делать согласен так что радости особой нету да что вы крыма ничего мы с вами последний раз встречались вы начали ругаетесь ругаетесь как-то некрасиво получилось я никогда не ругаюсь вы ругались не матом я никогда не ругаться да что там пробовать я ругаться не собираюсь потому что мне это не выгодно ругаться здесь понимаете смотрите у меня идет стрим если я начну материться могут быть проблемы поэтому я призываю вас не материться и будем бета так беседовать мирно очень грамотный призыв и он мне очень нравится и я согласен с вами полностью да так давайте какая тема что вас интересует наверное взаимоотношения украины с россией я так понимаю да да поэтому может какой-то у вас вопрос есть по какой-то теме там можно немножко отвлечься от нашей темы и задать вопрос об отношениях украины европа и соединенными штатами да пожалуйста ну вот как вы считаете что украина все таки сейчас фаворе или такая ну как бы немножко птичка в пролете я считаю что украина не является как это значит супер державой какой-то по европейским меркам мы вполне таки большое государство одно из крупнейших такое по территории как франция а вот политика я бы сказал так что друзей в политике не бывает у государства есть интересы то украине помогает кто с украиной так сказать дружит кто голосует в оон за украину кто поддерживает украину в европарламенте вот мы и тех приветствуем кто против украины мы тех как говорится не приветствуем считаем своими урагами все как говорится ясно как у всех стран он тут ничего у нас особенностей никаких нету таких логично логично я считаю что это логично и правильно как вы сказали да все верно кто кто за нас не кто не за нас тут против нас а так то в принципе да да а как вы читаете много ли не я очень много вопросов задаю да я отвечу с радостью на все ваши вопросы не ну обычно так ну как бы не модно вопрос на вопрос ну я можно тогда еще один да да пожалуйста что тут чем больше тем лучше накидывай скажи о чем тогда говорить если вопросов нету мы тогда до свидания расходимся не не нормально мы мы с вами я просто встречался как-то я не знаю как вы меня выкладывали туда мы даже ругались тут вот вы адекватно ведете себя хорошо и и мне это нравится меня многие знают я никогда пузырь вас очень многие знают вы дед как как дед как как канал как называется дедолес я никогда пузырь первым не лезу пока человек себя ведет адекватно я с ними разговариваю что же тут такого так пока что мы разговариваем да адекватно звичайно давайте продолжайте ну вот смотрите я слышал что миличенко есть такой представитель в украине он короче да да девки надо так сдерживать я тоже так всегда делаю вот он предъявил там германии говорит говорит ладно все все нормально но там оружие попросил немножечко и говорит вы нам за то что нас сепарировали когда-то бабки дайте как вы считаете он прав или не прав понимаете я считаю что если какой-то государственный деятель значит у кого-то там требует бабки для своего государства это хорошо а если бы у нас Зеленский допустим там сказал что вот я одолжу там полтора миллиарда или три миллиарда вот Лукашенко конечно бы народ сказал нахер его бы давно выгнали или там Мадуре бы там одолжал Венесуэля или там спонсировал Асада в Сирии да то естественно бы его бы уже турнули оттуда а если не в долг в долг просит себе говорит дайте бабки мне репарации просит репарации репарация это не долг вы что-то путаете нет он у Германии просит репарации репарация это не долг я еще раз повторяю это не долг естественно так вот я А вы говорите, что в долг. Давайте разберемся. Нет, не в долг. Он просит в Германии за то, что она когда-то оккупировала территорию Украины. И за это, типа, дайте нам бабосы. Да, там и поляки, по-моему, нажимают на Россию, чтобы она тоже за оккупацию расплатилась. И, по-моему, и Латвия, и Литва, и Эстония, говорят, что должна тоже Россия выплачивать. Ну, это я нормально думаю, как говорится, пусть требуют, дадут, не дадут, я не знаю. Если хотят, так говорится. Я же говорю, если они что-то требуют для Украины, я за. Если кому-то что-то давать, я против. Надо давать или нет? Вот как вы считаете, Украине и Россия? Россия та же, да, 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 да. Знаете, там, Латвия, там, Украине, там все вот за то, что там что-то было. Вот как считаете, это нормальные иски? Да, да, надо давать, да. И чтобы Россия нам сюда, конечно, башляла и Германия, и Америка. Я только за. Вы что-то какие-то интересные вопросы задаете. Это позитивно, когда что-то Украине будут давать. Если наш какой-то правитель, я еще раз повторяю, требует деньги, это прекрасно. Если будет раздавать, мы его нахрен выгоним. Все? Блин, четкий ответ, кстати, мне понравился. Если будут давать, это прекрасно. Если будут что-то требовать от нас, мы его выгоним. Выгоним, да. Да, да, да. Как Янукович поедет туда вот, на Ростов. А Янукович-то чего уехал, кстати? Ну, Януковича выкрали на вертолете в Россию и увезли. Его запугали, он удрал с Киева, в Крым он удрал. Янукович. Янукович. Смотрите. Янукович. Янукович. Шикун. Говно он, я понял. Если б был нормальный, мы б же его не выгнали с Киева. Вы же соображаете. Ну, я понимаю, но в Конституции Украины есть такое слово с Сыкун? Президент Сыкун? Да какая разница? Говнюк, короче, да и все. С Сыкун. Хорошо. Я, там, Сыкун. Украина есть такое слово? Говнюк. Говнюк, Сыкун, Сырун. Все есть. У нас, понимаете? У нас, понимаете, у нас, у нас это с россиянами 40% одинаковых слов. 40% Да мне кажется, 100%. Да нет. Как нет? Ну, обыкновенно. Скажите мне, будь ласка, яка у вас вид стелью до долу? Ну, я скажу, будь ласков, конечно, тебе расскажу. Ну, что у меня, да столько же, сколько у тебя. То есть, вы не знаете ж вопрос, не поняли, да? Ну, хорошо. А может быть... Не может быть сколько. Не знаю, не знаю, хорошо, признаюсь, не знаю. А вы мне русское слово можете... Смотрите. Вы мне зададите любое русское слово, я его расшифрую. А я вам задам, вы не поймете. Точно? Точно? Сто процентов. Ну, смотри. Мой изысканный. Переводи, дядь Лизь. Вы объясните, что это такое изысканный? Нет, смотри. Мой. Это ми. По-украински, да? Это все будет касаться украинского языка. Я не матерюсь, я не буду... Ну, зачем? Мой изысканный. Мой изысканный. Вы будете проверять, вот, если я вам буду... Не вводи слово изысканный, не украинский, давай. Вышуканный. Прекратнейший. Прекраснейший? Великолепный. Презеленейший. Презеленейший? Ух ты. Да, у вас красный... А, великолепный. Смотрите, а вот... А, великолепный. Великолепный. А вы мне будете когда-нибудь отвечать на вопрос? Нет, великолепный. Я сказал четыре слова. Ты сказал, любое слово вышукаешь. Вышукаю? Ну, давай. Великолепный. Найлипший. Найлипший. А прекрасный. Можно сказать, чудовый. Не, 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 не. Я сказал, у вас любят красное, поэтому у вас прекрасное. У нас зеленое, поэтому говорят призеленый. Поняли? Ну, поэтому, смотри, ты сам себя уже обманул. Я тебе чтё этого слова не назвал. А ты уже обманул сам себя. Понимаешь? Например. В чём я? Ну, по слову зеленый ты сказал, нет такого. Нету такого? Откуда вы знаете украинскую мову? Есть ли или нету? Я сказал, изысканный. Вышуканный. Великолепный. Найлипший. Прекрасный. Призеленый. Да чудовый он называется. Это зеленый. Это чудовый, это чудесный. Ты понимаешь? Чудовый, чудесный. Я хотел сказать слово чудесный, только что, да, вот до этого. Но. Надо было и говорить, если я хотел. Чудовый, чудовый и есть. Нет, нет. Прекрасный. Хорошо, чудесный. Хорошо, извини, извини, извини. Чудовый, чудовый. Чудовый. Когда я буду задавать вопросы? Ну, давайте сейчас. Смотрите. В будущем, так сказать, глагол, в будущем, да, вот скажу, возьму, увижу, догоню, приду. Приду. Как будет? Победю одним словом. Одним словом. Победа. Смотрите, еще раз повторяю. Возьму, скажу, приду. Глагол в будущем, понимаете? Нет, не знаете. Вот видите, поэтому вы не знаете. Вы же не услышали моего ответа, да? Поэтому смотрите. Вы сказали победа, я услышал. Неправильно. Опять ответ неверный. Ну, здесь пылесос. Знаете, что такое? Пылесос. Вот про пылесос шу или про пылесос сю? Ага, сю. Ну, вот видите, я, говорит, сделаю уборку пылесосом. В русском языке так. А в украинском как будет? На украинском. В украинском. Хорошо, извините. Нет такого. Одержу победу. Понимаете? Одним словом не получается. Одним словом, да? А как у вас получается? А как у нас получается? А надо, что? Приберу кимнату пылесосом. Про пылесосю. Про пылесосю, да? Про пылесосю, так. А в русском нету пропылесос? Нет, нету, у вас нету. У нас нету согласия? Нету, нету. Нету? Нету, нету, нету. У нас... Нет, как вы сказали? Одержу победу по пылесосю. У вас можно по пылесосю, а у нас... А у вас нельзя. Про пылесосю. Шу. Да. Про пылесосю. Ну да. У вас будет про пылесосю. Да. Фигня какая-то. Фигня какая-то. Самому смешно. А что еще нету, если ты... Хорошо, хорошо, подождите. Давайте я вам сейчас докажу, что у вас русский язык второстепенный. Он пошел от украинского. Это вопрос. Смотрите. Вот у вас есть вот, понимаете, такое слово министерства чрезвычайных ситуаций. Есть, да? Есть. Слово чрезвычайно у вас есть? А почему у вас нету слова «звычайно»? Вот у вас-то у нас есть чрезвычайно, надзвычайно, звучайно. А у вас «звычайно» нету, а чрезвычайно есть. Откуда так вот, оно же, понимаете, пошло же отзвычайно, а потом это что, как это, обычно и необычно. То есть у вас необычно есть, а обычно нет. Как получается? Почему вы слово отхватили, а неизвестно откуда? Не, в ваших правах есть логика. Кстати, она звучит, и я ее слышу. Ну, чрезвычайно, да? Вот как бы, звучайно. Надзвычайно у нас, надзвычайно, это чрезвычайно у вас. У нас над, 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 понимаете, звучайно и надзвычайно. Ну, украинский язык очень богатый язык. У вас есть и над, и предзвычайно есть, да? Главное, что, понимаете, здесь основа слова звучайный, а дальше уже над, под, пред, зад, так говорится. У вас, то есть, производная есть, а основного слова нету. Вы понимаете? Ну, у нас бывает обычный корень. Звук. Звук. Из звуков складывается слово. Там есть, так там, слово там, приставка какой-то там, да. Все, ну, давайте, давайте вот эту, так сказать, будем грамматику тут мы разбирать не будем. Просто мы в слова здесь играем и все. Не, не, мы не играем, но вот вы сказали очень красивые такие две штуки, которые я, кстати, сам сейчас только что первый раз услышал. А, смотрите, я... Надзвычайно. Да, да, да. Предзвычайно. Предзадзад, перед. Главное, что есть звучайно. Понимаете? Основное слово звучайно, а все остальное производное. Основное слово звук. Нет, основное слово звук. Корень. Звук. Какой слово звук? Вы что имели? Вокруг него уже пляшется все остальное, мне кажется, так. Не, не, не так. А как? Есть слово, слово основное, а есть от него производное, понимаете? Нет. Корень есть. Вы же говорите, звичайно, звичайно. Понимаете? Какие вы знаете, какие вы знаете там, в слове есть составляющие, да, там, корень, приставка, там... Приставка, да, подлежащая. Какие-то там суффиксы какие-то там. И окончание. Да. Так что мы, я говорю, еще в грамматику не лезем. Мы говорим, откуда пошли слова, понимаете? Когда еще люди не знали этой грамматики. Они говорили просто так вот, понимаете? И все. Да, да. Совершенно. Вот поэтому, смотрите, вот у вас есть слово на гранате чека, знаете? Чека на гранате чека. Знаю, которое выдергиваются, да, знаю. Это кольцо выдергивают, а чеку держат. Чеку, держат чеку. А кольцо выдергивают, чеку держат, да. А кольцо выдергивают, чеку не выдергивают. С чекой вместе бросают гранату. Так вот, у вас слова чека нету, а слово чека есть. Чека, слово она ждет на гранате, понимаете? Когда снимут кольцо и бросят ее. Так вот, эта деталь гранаты, это чека. Она чекает, она чекает, она ждет своего часа, понимаете? А у вас вот слово чека есть, а откуда оно взялось, вы не знаете, понимаете? У вас есть слово, смотрите, подождите, у вас слово есть прапорщик, а слова прапор нету. У вас есть слово закуток, вы знаете, а слова кут нету. Кут это куток, кут это угол. А закуток у вас есть, это за углом, тоже есть. У вас слова кола нету, а слово колобок есть, а слова кола нету, понимаете? Ну, у вас есть... Давай, давай, в общем, все, у меня больше нет уровня. Нет, подожди, 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 подожди. А можешь мне объяснить, вот как вот, когда мужчина к женщине, ну... Я сегодня дочку поженил, кстати. Вот прям сегодня свадьба была, отвечаю. Дочка... И уже свадьба кончилась? Да, я уже со свадьбы пришел, ну, зачем мне там сидеть? Все, у вас сейчас свадьба такая, у вас. Хармонавирус, да зачем? У нас богатые гуляют неделю, а бедные три дня гуляют. А у вас кто такие, что вы... Вот я с вами сижу здесь полчаса, а вы уже давно пришли и со свадьбы здесь сидите. До вас уже пришел часа два-три назад, уже со свадьбы. Что это у вас за свадьба такая? Да нормальная свадьба была. Уже все, уже закончилось. Завтра не будет уже, все? Не, второго дня какой-то, что? Так как минимум, самая бедная свадьба три дня должна быть. Я не правильно хотел сказать. Я хотел сказать, что... То, что... Да, 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 свадьбу этой назвать нельзя, собственно. Я, я, я в свой раз, когда четыре раза женился, у меня и то больше было. Всегда. Ну, это можно назвать не свадьба, а вечеринка типа какая-то, я понял. Ну, да, потому что до этого за неделю дед помер, там, ну, короче, там траурные какие-то... Ну, короче, нельзя было это назвать. Ну, я понял. В общем, давайте, вам отдыхайте после свадьбы, всего хорошего. Я хотел сказать, как дружка с другом, вот, ну, как, ну, молодые, вот, как влечение будет называться... Ну, их, вот, любовь, ну, по-русски это любовь, да? Как в украинском языке будет называться их влечение друг к другу? Слово влечение по-украински как? Влечение? Ну, любовь, это куханье, а что-то влечение, а что-то непонятно. Так, а хорошо, а хоть, вот смотри, ты сейчас даже, ну, ты согласишься со мной, потому что и... Ну, это нормально, дядька... Ну, смотрите, это вам... Да, подождите, вы вопросы задаете, отвечать не дают. А вот я скажу, что это будет называться словопотих. Значит, влечение, это привабливость у нас, привабливый. Привабливый. Вы поняли? Да, когда... Моя другая. Да, 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 да. Нет, нет, я вам еще раз говорю. Вы меня не грузите, вы меня не заторохтите тут, вы меня поняли? Я не буду тарахтеть. А почему вы не слушаете ответа? Если не будете слушать ответов, я тогда расстанусь с вами, понимаете? Я приваблюсь в словопотих. Вот, слушайте внимательно. Привлекательный у нас, это значит привабливый. Влечение, это значит приваблення, привабливость. Вы меня поняли? А не потих. Точно? Это точно, да. Это некоторые, те, которые считают, что там потих, это русизм и все, понимаете? Хорошо. Это суржик, у нас есть такой суржик, понимаете, которая смесь русского с украинским, и вот у них там потих, протих и так далее. Ну, короче говоря, привабленность, да, вот так я просто чтобы знал, чтобы я... Привабливость. 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 Привабливое это значит привлекательный. Привабить до себе, привлечь. Вы поняли? Ну, логично, не, а почему же нет? Согласен. Ну, просто я-то должен знать, ну, просто я буду знать, уже буду знать. Будете. Привабливый. Привабливый. Приваблення, привлечения. А потих? какой потих ну против это сквозняк у нас сквозняк такой да поезд по моему поезд у нас некоторые слова есть смотрите смотрите у нас некоторые слова я же сказал 40 процентов у нас слов одинаковых поэтому я же говорю что поезд так и будет поезд да это не россияне его изобрели и не мы изобрели это изобрели до американцы поэтому как они назвали геликоптер так и язе ли коптер а вот пилот вертолет а так пиле голове билот个 А, пилот все-таки. Пилот, а что вы думали? Кочегар? Не понятно. Да, понимаете. Смотрите, подождите. На геликоптере, на самолете, на летаку, экипажи есть, понимаете? Там есть пилот, там есть штурман, там есть бортмеханик, там есть, так сказать, обслуживающий персонал, сюрдесы, может быть, там, аэропорт-рагист. Поэтому одним словом тут не получается. Надо сказать там... А почему здесь говорится слово борт? Борт. Можно же как-то сказать бирт, там, бирт-механик, там, борт. Почему борт? Потому что это вы у нас взяли это слово, а не мы у вас. А, да, мы у вас. Да, 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 да. Понял. Очень приятно было с вами пообщаться. Я понял, да. Киев, мать городов русских, и поэтому вы отсюда вобрали. Ваш Ломоносов учился у нас в Киевской академии, а не мы у вас. Это не Киевская. Поэтому... Она была поиск. Она была поиск. Смотрите. Она была поиск. Смотрите. Я слушал, зачем вы меня повторяете? Я говорю, наш Николай Васильевич Гоголь стал вашим классиком русской литературы. И ваш классик Достоевский сказал, что все ваши писатели вышли из Гоголевской шинели. Почитайте, пожалуйста, эту цитату Достоевского. Почитайте, пожалуйста, эту цитату Достоевского. Почитайте, пожалуйста, эту цитату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова